Гнотисе Аутон. Познай самого себя. 2000 лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Князева Мария Григорьевна, доцент кафедры клинической неврологии Лозаннского университета в Швейцарии, окончила Московский государственный университет, где проходила специализацию на кафедре высшей нервной деятельности биологического факультета. До 1999 года руководила группой в отделе когнитивной нейрофизиологии Института возрастной физиологии Российской академии образования. По результатам исследования развития электроэнцефалограммы мозгового кровотока у детей защитила кандидатскую диссертацию. Лауреат премии Российской академии наук за лучшую научную публикацию 1998 года. Член редколлегии и рецензент ряда международных журналов. Член швейцарского и европейского нейробиологических обществ. Европейского общества возрастной психологии. Американского общества неврологов. Российского физиологического общества имени Павлова. Мария Князева сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Этот выпуск программы будет посвящен разным аспектам болезни Альцгеймера. Меньше месяца назад в Journal of Cell Biology, в журнале по клеточной биологии, ученые Ельского университета опубликовали статью, где были приведены данные о том, что при болезни Альцгеймера накапливаются не только амилоидные бляшки, что хорошо известно, это в межклеточном пространстве ткани мозга, но внутриклеточные структуры лизосомы накапливаются в аксонах. И якобы с этим связано разбухание аксонов, что тоже один из признаков сопутствующих явлений болезни Альцгеймера. Собственно, непонятен, это все еще вопрос, непонятна связь между накоплением лизосом, который я бы назвала санитарами клетки. Это такие структуры внутриклеточные, в них особая среда, они, в общем-то, пустые, они для утилизации разных отходов клеточных. Слезь это непонятна, но я этот пример привела к тому, что настолько интенсивно исследуется болезнь Альцгеймера сейчас, что новости буквально каждый день, буквально. И один из активных исследователей болезни Альцгеймера, наша сегодняшняя гостья Мария Князева, пожалуйста, вам слово, стареющий мозг и болезнь Альцгеймера. Добрый день, телезрители. Итак, сегодня мы будем говорить о стареющем мозге и болезни Альцгеймера. Собственно, история этой болезни началась с 1901 года. В этом году немецкому доктору Алоизу Альцгеймеру привели больную. Больная была совсем не стара, ей был всего 51 год. И родственники отмечали прогрессирующее слабоумие, плюс различные нейропсихические отклонения, вроде делюзий. Ей, например, казалось, что ее муж постоянно преследует ее, что никак не соответствовало реальности. Доктор занимался с этой больной с 1901 по 1906 год, когда она умерла. И вот тут, в смысле, в плане науки об этой болезни, наступает переломный момент. Родственники дали согласие на изучение ее мозга. А в это время доктор Алоиз Альцгеймер работал в клинике своего большого друга Крепеллина. Крепеллин известен в психиатрии как один из основоположников биологических основ психиатрии. Он всегда интересовался механизмами. И в данном случае им было непонятно относительно молодая женщина, почему все это происходит. И Альцгеймер отдает Крепеллину в гистологическую лабораторию мозг этой больной. И то, что они увидели на гистологии, то, что они увидели под микроскопом, было то, о чем вы сейчас сказали. Это то, что мы сейчас называем амилоидными бляшками. Тогда они не знали, естественно, из чего состоят эти бляшки в межклеточном пространстве. Они назвали их синильными бляшками. И внутри клеточные изменения, такие клубки. И эти клубки нейрофибриллярные клубки. Короче говоря, через несколько месяцев доктор Альцгеймер делает презентацию на научном собрании. И что вы думаете, эта презентация не вызывает ни малейшего интереса. Ему не задали ни единого вопроса. И после этого фактически эта работа, этот случай был забыт на долгие десятки лет. А имя болезни дал Крепелли. Это он первое сказал. Будем называть эту болезнь именем доктора, открывшего этот случай. Но странная, непрямая судьба этого открытия, вот именно такова. Почти на 70, на 60, во всяком случае, лет, это все было забыто. Но что происходит потом? Идет 20 век. И после войн, где-то в 60-е, 70-е годы, достаточно значительно увеличивается продолжительность жизни людей. Средняя продолжительность жизни. И людей с различными отклонениями, характерными для старческого возраста, становится все больше и больше. Но то, что потом назовут болезнью Альцгеймера, в эти годы называют синильная деменция. Пока, наконец, Роберт Кацман в 1976 году не замечает и не публикует свои выводы о том, что, собственно, синильная деменция и вот такие случаи раннего, ранней болезни, как у этой больной, это суть одной и той же, потому что вот в те годы, в 70-е годы, 70-е, 80-е годы 20 века, никоим образом различить ни клинические проявления болезни, ни микро- и макроизменения мозга было невозможно. Единственное, что отличало больных, это возраст наступления болезни. И тогда было решено по предложению Кацмана, что эти проявления мы объединяем в единую болезнь, болезнь Альцгеймера. Какое это имело значение для последующего развития событий? На самом деле очень большое. Помимо того, что Кацман опубликовал это как научную статью, он еще написал в журнале «Архивы неврологии», в американском журнале «Архивы неврологии», он написал редакторскую колонку. Тот факт, что были объединены различные заболевания в единое, позволил ему сделать следующий вывод. Болезнь Альцгеймера – это самый большой убийца народа. А за этим последовало общественное осознание этого факта, а значит, последовали и большие финансовые вливания в эти исследования. Поэтому даже независимо от того, как мы сейчас будем рассматривать, разные это болезни или это одна болезнь, тогда, на тот момент, это было очень важное нововведение, которое привело к активизации, вот ровно к тому, что вы сказали, в конечном счете, к очень значительной активизации исследований в этом направлении. В 1980-е годы XX века последовало несколько очень интересных и важных открытий в этой области. Значит, это были, во-первых, доктор Хестон обнаружил, что у 125 его больных имеются родственники, которые либо умерли, либо имеют диагноз болезни Альцгеймера. А также в этих же семьях гораздо больше, чем можно было бы ожидать, вероятность обнаружить людей с синдромом Дауна. Прошло буквально несколько лет, и сразу несколько лабораторий обнаружили, что, во-первых, что вот эти самые синильные бляшки состоят из пептида, который был назван амилоидом, бета-амилоида, и очень скоро было обнаружено, что предшественник бета-амилоида, который так и называется АПП, белок предшественник амилоида, он кодируется 21-й хромосомой. А 21-я хромосома, она как раз в количестве трех экземпляров, к несчастью, присутствует у больных с синдромом Дауна. Таким образом были выяснены химическая природа, хотя бы в какой-то степени, это амилоид, и стало понятно, что, по крайней мере, какая-то часть случаев заболевания связана с генетикой, с генетическими нарушениями. В 1984 году были сформулированы диагностические критерии болезни Альцгеймера. Они включали, я сейчас говорю в общем, анамнез пациента и его родственников, нейропсихологическое тестирование и, самое главное, исключение альтернативных диагнозов. Поскольку у вас изменение когнитивной деятельности может наступать от множества разных причин, начиная от проблем сердечно-сосудистых, от депрессии, кончая вообще чем угодно. Поэтому, собственно, практически до сих пор диагноз строится. Первое, это скрининг, тестирование, что это может быть, и что мы можем объективно, более или менее объективно, зарегистрировать изменение когнитивной деятельности больного. А затем мы должны исключить последовательно. И если у нас ничего не остается в запасе, мы говорим. Методом исключения называется. Да, 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 методом исключения мы говорим, да, это болезнь Альцгеймера. Но это был 1984 год, и последующие порядка, сколько у нас получается, 30 с лишним лет, да, в принципе, и до сих пор клиницисты пользуются этим методом. Но этот метод нам, в общем, не говорит о том, какова природа этого заболевания. А между тем у нас появились различные методы исследования, включая магнитно-резонансную томографию, различные ее варианты, да, которые позволяют... Да, только по аутопсии можно было установить достоверно, да? Разумеется. Раньше, вот умрете, тогда мы скажем. Тогда точно скажем. Тогда приходите, мы вам точно скажем, что у вас болезнь. А сейчас уже можно было, да, поймать. А сейчас это дорого, но это возможно. И тот процесс, который идет сначала в науке, но он меняет потихоньку и практику, заключается в следующем, что мы должны всякий раз устанавливать, имеются ли соответствующие биомаркеры и изучать их. Сейчас у нас в серьезные научные журналы статьи по болезни Альцгеймера без биомаркеров практически не принимаются. То есть практически они все-таки принимаются, но теоретически большинство редакций сообщило, что приниматься не будут. И это на самом деле правильно. Хотя это усложняет. Кстати, отдельный поток новостной, я как человек, который ежедневно отслеживает новости, это биомаркеры, при Альцгеймере, это очень много сообщений. Не всегда они для публики широко разъясняют, о каких, собственно, молекулах, о чем речь. Я имею в виду биохимические биомаркеры, по анализу крови, вот это пользуется большим интересом, потому что сдал каплю крови и узнаешь все. Но это вот отдельный поток, извините, перебил, отдельный поток новостей про биомаркеры. Да, и я думаю, что это соответствует важности, этой проблемы. И во всем вот этом списке событий, которые предшествовали нашей с вами встрече, не хватает одной замечательной вещи. Не хватает изобретения средства, которое бы эффективно лечило болезнь Альцгеймера. И потому, когда наступил 100-летний юбилей, с момента открытия биомаркеров болезни Альцгеймера, ситуация была как на этой картинке. Значит, 2006 год, ровно 100 лет. 30 миллионов больных Альцгеймером по всему миру. Здесь вы видите карту мира и столбики, которые, красные столбики соответствуют 2006, простите, желтые столбики соответствуют 2006 году, а красные столбики соответствуют нашему прогнозу на 2050 год, если ситуация не изменится. В том смысле, если мы не найдем эффективных средств борьбы с болезнью. То есть более 100 миллионов больных предполагается иметь в 2050 году. Таким образом, вот эта хорошая новость, что мы живем больше и больше, она немножко в этой бочке меда есть и капля дегтя. И она в том, что последние годы жизни очень часто омрачаются этой крайне несимпатичной болезнью. Но давайте вернемся к нашим биомаркерам. Значит, что такое амилоидные бляшки? Вот вы как раз говорили о том, что часто человеку, не имеющему медицинского образования, бывает трудно понять, о чем идет речь, что из себя представляют те или иные биомаркеры. Так вот, амилоидные бляшки, которые во внеклеточном пространстве, а вот это вот на всех этих трех картинках граница клетки, они состоят из пептида. Пептид – это тот же самый белок, только очень коротенький. А предшественник, то есть тот белок, из которого образуется амилоид, он называется белок предшественника амилоида. Так и называется, да. Значит, как всякий белок в организме, он синтезируется, работает какое-то время, и расщепляется, и утилизируются эти отходы, да. И дальше вот интересно, что расщепление этого белка, который имеет очень важные функции, посмотрите, вот он изображен на картинке, пересекающей мембрану клетки. Он так и называется – трансмембранный белок. То есть это такой белок-железнодорожник. Он выполняет различные функции по переносу важных веществ, необходимых из внеклеточной среды, внутриклеточную и так далее, и много других функций. Расщепление этого белка им заведует несколько типов ферментов – альфа-секретаза, бета-секретаза, гамма-секретаза. Когда расщепление белка в большей степени осуществляется бета-секретазой, мы получаем как раз бета-амилоид, который олигомеризируется, превращается в нерастворимые в этой среде нити, которые слипаются, склеиваются и образуют вот эти самые бляшки. Теперь, в чем, собственно, вред? Являются ли эти бляшки просто побочным продуктом, который, как говорится, никому особенно не мешает? Вот они сами, может быть, и так. Мы до сих пор еще не уверены, собственно, в их-то токсичности. Но предыдущая фаза бета-амилоидов возможно блокирует синапсы. Должна ли я напомнить, что такое синапс? Я думаю, что медицинскому сообществу не обязательно. Нашей аудитории можно не напоминать. Короче говоря, если… Но коммуникация между нейронами нарушается, короче говоря. Да, и это важно само по себе, но также важно и то, что когда эта коммуникация нарушается, и последующий нейрон, нейрон-рецептор, передача на него блокируется, такой нейрон не имеет шансов долго прожить, потому что эти нейроны use all use. Да, эти нейроны, они умирают. И поэтому, возможно, это один из путей, по которому провоцируется вот эта массовая гибель нейронов. Идем дальше. Значит, второй биомаркер – это нейрофибриллярные клубки. Что такое нейрофибриллярные клубки? Они находятся внутри нейрона. Вот на картинке вы видите эта граница, это мембрана клеточная, это внутриклеточное пространство. Причем внутриклеточное пространство аксона, то есть длинного отростка нервной клетки, по которому электрический сигнал может проходить большое расстояние. Напомню вам, что клетка, само тело клетки, имеет микроскопические размеры, а аксон имеет макроскопические размеры. Да, он может быть больше 10 сантиметров вполне. Скажем, аксоны мозолистого тела, комиссуры между полушариями, 14-15 сантиметров. 14-15 сантиметров могут достигать. Так вот, для того, чтобы аксон функционировал, эта страшно длинная магистраль функционировала, должна быть транспортная система. И она есть. Это так называемые микротрубочки. Эти вот кусочек микротрубочки мы видим здесь на иллюстрации. Эти микротрубочки, их стенки выполнены из так называемого тау-белка. Этот тау-белок при болезни Альцгеймера подвергается реакции избыточного или гиперфосфорилирования. В результате он распадается на фрагменты. И такие фрагменты уже не могут составить вот эту самую микротрубочку. И эти фрагменты, опять же, слипаются, скорее не сливаются, а слипаются. Слипаются в клубки, в узелки, в клубки, которые уже, конечно, никакой функции выполнять не могут. И аксон постепенно, разумеется, это очень длительный процесс, не одномоментный процесс, и аксон постепенно умирает. На следующей иллюстрации вы видите, собственно, то же самое. Здесь, в этом рисунке, применен метод дифференцированного увеличения. Вот идет аксон, и тут мы его как бы увеличиваем, да, и видим срез его. И внутри вот вы видите эти микротрубочки. А вот одна микротрубочка, увеличиваем ее, и видим тау-протеин. И это изображение, которое характерно для нормального мозга. А вот что происходит при болезни Альцгеймера. Вот мы видим этот увеличенный аксон, и видим микротрубочку, которая буквально разваливается, дезинтегрируется, да. И, соответственно, аксон перестает работать. Эти изменения, и в частности, изменения внутри нейрона, то есть тау, изменения белка тау, они вначале начинаются с энтеринальной коры. Энтеринальная кора, напоминаю вам, это кора в медиальной части височной области, да. И этот процесс идет очень долго, годами, и никаких клинических проявлений этот процесс, по крайней мере, тех, которые мы могли бы регистрировать, этот процесс не имеет. Теперь, далее распространение клубков, тау-клубков захватывает гиппокамп и лобные и частично височные области коры. И вот здесь уже клиники как таковой еще нет, человек справляется с жизнью совсем, но уже можно зарегистрировать, в результате внимательного, подробного нейропсихологического тестирования, мы можем зарегистрировать отклонение умственной деятельности, ее некоторое ухудшение. Да? Причем, наверное, не все, а определенные. Вот если это гиппокамп, я могу просто предположить, что это затрудненная ориентация в пространстве, наверное, какой-то вот, или это уже моя фантазия? Нет, вы совершенно правы, вы совершенно правы. А лобные доли это принять планирование? Планирование, принятие решений. Но самое главное, гиппокамп можно сравнить с неким пауком, который плетет паутину, вот отсюда, из центра, он сидит в центре и плетет паутину, которая охватывает все области коры. Дело в том, что гиппокамп – это центральная структура формирования долговременной памяти. Поэтому, если у вас гиппокамп начинает барахлить, то хуже приходится навыкам, которые вы пытаетесь получить сейчас, знаниям, которые вы пытаетесь получить сейчас. А то, что гиппокамп уже отработал ваши старые знания, оно уже перенеслось опять в кору. И на него, вот эти поражения, не на него, а на них, на них уже так не сказывается. Но приобретение новых знаний, приобретение новых навыков, оно, конечно, страдает. Как и планирование, как и все остальное. Так, теперь дальше. И, наконец, если пока мы не можем прервать этой трагической истории, и, в конце концов, нейрофибриллярные клубки распространяются практически по всей коре. И вот тут мы уже видим тяжелую болезнь Альцгеймера, которая сопровождается слабоумием, поскольку уже большая часть коры не функционирует нормально. Теперь, значит, в соответствии вот с этими изменениями мозга, мы различаем доклиническую стадию, я уже упомянула об этом, когда идет накопление бета-амилоида и гиперфосфорилированного ТАУ, и что провоцирует гибель нейронов, но при этом объективное, когнитивное нарушение отсутствует. Вот тут очень интересно. Если больной функционировал на очень высоком уровне, он может заметить изменения, которые практически невозможно подтвердить объективно. Геронтологи любят рассказывать такую историю. Было два друга, один геронтолог и один шахматист очень хорошего уровня, гроссмейстер. Они любили встречаться и играть в шахматы. И однажды шахматист говорит геронтологу, ты знаешь, мне кажется, у меня начинается болезнь Альцгеймера. Почему ты так думаешь? Ну как почему? Раньше я просчитывала на пять ходов вперед, а сейчас в лучшем случае на три, а то и меньше. Приходи ко мне, мы все установим. Тут приходит, подвергается нейропсихологическому тестированию. Нейропсихологическое тестирование не устанавливает отличий его от средней нормы популяции. И геронтолог его успокаивает. Никакого Альцгеймера у тебя нет, все хорошо. Через шесть лет шахматист умирает от болезни Альцгеймера. Вот, в частности, поэтому нам нужны объективные критерии, и нам нужны биомаркеры. Идем дальше. Значит, умеренное когнитивное нарушение, стандартный английский термин mild cognitive impairment. Но умеренное когнитивное нарушение люди приводят по-разному этот термин. В данном случае я перевела вот таким образом. Они объективно определяются, но они еще не влияют на повседневную жизнь. Человек вполне справляется. Однако, особенно если mild cognitive impairment включает как центральное звено проблемы с памятью, это дурной знак. Обычно до 50% людей с умеренными когнитивными нарушениями в течение пяти лет заболевают болезнью Альцгеймера или, другими словами, получают этот диагноз. Далее. И сама по себе, после того, как больной получил этот диагноз, она включает, конечно, опять же, целый континуум, целый спектр от очень слабых изменений, когда, если вы встречаетесь, допустим, с человеком и просто разговариваете с ним, вы ничего не заметите. Все нормально, человек адекватен, человек ориентируется во времени и в пространстве, и все. Но, тем не менее, становится уже трудно справляться с ежедневными, повседневными, домашними обязанностями. Такими, как, например, планирование своей активности, такими, как счета, то, что требует внимательности, организации и все такое прочее. Все приводит к тому, что даже такие, в общем, простые вещи, как приготовление пищи, мытье посуды, одевание в соответствии с погодой и в соответствии с ситуацией становится очень и очень трудным. И личная гигиена становится трудной. Вот тут на картинке у нас пример, когда человек задумывается, и это задумывание ни к чему не приводит. Как отрегулировать воду с помощью двух кранов? Больные живут в среднем 6-8 лет. Это имеется в виду после диагноза. Да, если диагноз вовремя установлен. То есть, при наступлении достаточно мягких изменений, но отдельные люди живут и до 20 лет. Вероятность заболевания болезнью увеличивается начиная от 65-66 лет. И вот в этой возрастной категории это где-то 5-10%, а среди людей старше 85 лет это практически половина. и это иллюстрирует как раз еще раз напоминает вот тот самый период, который, возможно, самый важный период, когда можно профилактировать болезнь Альцгеймера, но пока мы это делать не умеем. Вот. Мы пока делать это не умеем. Вот. Период умеренных когнитивных нарушений уже достаточно тяжелые изменения, да, а поведенческие в общем небольшие еще изменения, да. И, наконец, тяжелая болезнь Альцгеймера, когда практически вся кора подвергается патологическим изменениям. Итак, вот все, что я говорила, давайте немножко формализуем относительно симптомов болезни Альцгеймера, как ключевой и центральный симптом это амнезия, расстройство памяти. Разумеется, она драматически влияет на обучение, восприятие, на исполнительные функции, функции планирования. Афазия, термин относящийся к нашим лингвистическим способностям, да, это оскудение словаря, это замена специфических слов для обозначения предметов, явлений, общих, типа вот это самое, или вот это, вот оно, да, 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 да. Апраксия, это, этот термин характеризует невозможность сложных, целенаправленных движений или последовательностей движений, ну вот таких, скажем, как вязание, ну да что угодно, при том, что паралича нет, и элементарные движения больной в состоянии выполнять. Ну там, надо цепочку какую-то. Там, где это должно быть целенаправленное, и там, где нужно координировать, нужна координация во времени и пространстве, вот это становится трудно и невозможно. Агназия относится к способности узнавать знакомые места, вернее, к потере. К потере. К потере этой способности, и она прогрессирует вплоть до неузнавания своих близких и вплоть до неузнавания себя в зеркало. Ну и, наконец, вот весь этот спектр нарушений когнитивных все вместе мы называем деменцией. Таким образом, деменция, этот термин не означает специфическую болезнь, а это поведенческие проявления, когнитивные проявления различных нейродегенеративных заболеваний, самая распространенная из которых как раз болезнь Альцгеймера. У болезни Альцгеймера есть и нейропсихиатрические аспекты, они такого большого значения не имеют, они обычно проявляются уже на последних этапах заболевания и к ним относятся депрессия, галлюцинации, делюзии, делюзии это нарушение восприятия, возбуждение, агрессия. И, как я уже вам говорила, диагностика болезни Альцгеймера строится на последовательном исключении альтернативных диагнозов. Для начала это клиническое интервью, которое включает историю потенциального больного Альцгеймера и не только его лично, но и семейную историю, поскольку это может быть генетически обусловленная болезнь. Но мы пока генов не знаем четких, по-моему, нет пока такого. Нет, есть какие-то указания. Нет, мы знаем, какие гены влияют на вероятность появления болезни Альцгеймера. И это не очень хорошая новость. А хорошая новость состоит в том, что помимо генетики влияет и среда. Поэтому мы в какой-то мире можем контролировать. эти гены связаны с чем? С образованием бляшек, с действием бетафермента? чуть позднее, если вы не возражаете, чуть позднее мы об этом поговорим. И есть у меня соответствующие иллюстрации. Второй этап это скрининг. Есть несколько методов скрининга. Мини-ментал стейт экзаменейшн, краткая шкала оценки психического статуса, или монреальская шкала. Они очень простые и быстро делаются. Но это не диагноз. Это только констатация того факта, что действительно когнитивная деятельность больного нарушена. А дальше начинаются клинические и лабораторные тесты с целью исключения альтернативных диагнозов. Нет ли там анемии, нет ли там проблем с сердцем, сердечно-сосудистым, проблем и так далее и тому подобное. То есть это именно исключение другого анализа не на болезнь Альцгеймера, а на исключение. На исключение, совершенно верно. И, наконец, неврологическое обследование, которое, собственно, практически, цель его та же самая, исключить другие причины неблагополучия нервной системы. Далее идем. Таким образом, таким образом, хотелось бы, конечно, чтобы диагноз был построен на более серьезных основаниях, чем исключение других диагнозов. Да, очень хотелось бы. И если мы вспомним то, что мы уже познакомились с двумя типами внутриклеточным и внеклеточным биомаркерами болезни, то с 80-х, ну, больше с 90-х годов прошлого века стало возможным прижизненное определение этих биомаркеров благодаря методам сканирования MRI магнитно-резонансная томография. Короче говоря, в данном случае вот этот вариант позитронно-эмиссионной томографии, да, что нам рассказывает эта иллюстрация. Если мы воспользуемся изобретенным в Питтсбургском университете так называемым составом B, PIP, B означает только, что это был не первый, а второй состав, который они попробовали. И этот состав, это трейсер, собственно, то есть в него входит радиоактивный элемент, он соединяется с амилоидом и делает амилоид, скопление амилоид видимым на снимках мозга. И если мы посмотрим у нормальных контрольных испытуемых, то есть у людей без когнитивных отклонений, в этом смысле нормальных, то у 70% из них практически не будет никаких видимых отложений амилоида в мозге. однако это только 70%, а у 30% они будут то, что называется ПИП положительные. А вот вы видите эти красные пятна, и это амилоид, да, который вы видите главным образом в теменно-височных областях, но и в лобных областях тоже. И это люди, которые так же, как и первая подгруппа, они без каких бы то ни было когнитивных отклонений. А вот больные Альцгеймерам, вот этот ряд иллюстраций, снимков, и вы практически большой разницы не видите. Да, я пытаюсь увидеть, не вижу. это очень трудно. Практически увидеть невозможно. И получается, логика нашего осмысления этого факта такова, что вот эта категория она может быть доклиническая болезнь. Стало быть, у них развивается... Ну или ложно-позитивный диагноз как-то тоже так, или нет? Что вы понимаете, подложно-позитивный диагноз, что у него никогда нет заблуждений. Он так и будет жить вот с этим амилоидом, и в шахматы играть, XL осваивать. Может быть и так, и мы об этом еще тоже поговорим. Может быть и так. Но как бы доминирующая гипотеза заключается в том, что по крайней мере у большинства этих людей то, что называется процесс пошел. Процесс пошел. Процесс пошел, но еще пройдет много-много лет, пока этот процесс приведет к ужасным, к драматическим результатам. Может быть, это просто вопрос скорости? Рано или поздно каждый доживет до своего Альцгеймера? Ну да, многие так и думают, что это процесс скорости. Но тогда мы с вами... То есть вопрос скорости. Вопрос скорости. Но тогда мы с вами попадаем в такую зыбкую почву определения, что такое старение и не является ли болезнью Альцгеймера просто вариантом старения. Мы склонны не думать так на самом деле, потому что мы знаем, что есть люди, которые живут больше сотни лет и без процесса, который мы называем болезнью Альцгеймера. А вот эта иллюстрация показывает... Предыдущий слайд был... Это были групповые данные. А вот это индивидуальные данные больной, мозг больной... Простите меня, не больного, а мозг здорового человека. Это первое обследование. И вот здесь вы видите небольшие области, лобные области, где все-таки есть некоторое скопление амилоида. А вот ровно через два года и вы видите значительную разницу, которая не требует даже статистической обработки, а видна невооруженным взглядом, невооруженным глазом. Таким образом, в принципе, если мы сможем доказать, что накопление бета-амилоида коррелирует с патологическим процессом, то накопление бета-амилоида, этот биомаркер сам по себе может быть показателем для какой-то профилактической деятельности. То есть причина его накопления может быть мишенью как бы для медицины. Да. Это как раз самое-самое интересное, что же является причиной. Но пока перед причиной мы еще поговорим о других биомаркерах. Значит, это был биомаркер амилоида, а вот следующая иллюстрация это биомаркеры нейродегенерации, то есть те биомаркеры, которые непосредственно свидетельствуют о состоянии нейронов. И мы модификация PET, которая оценивает уровень метаболизма глюкозы при введении маркера FDG. И здесь мы видим, значит, чем зеленее, тем хуже на этих картинках. Вот нормальная группа, да, мы видим такое желтенькое, да, вот группа с умеренными когнитивными нарушениями и здесь вот уже в височных, теменно-височных областях уже немножко позеленело и группа больных болезнью Альцгеймера. И мы уже видим, что действительно дел плохо. Другой, еще другой вариант биомаркера нейродегенерации это структурные МРТ. головного мозга. Вот опять же слева так выглядит виртуальный срез мозга здорового человека, нормального человека, так человека с умеренными когнитивными нарушениями. В чем отличие? Видите, в чем отличие? Желудочки мозга слегка увеличены, да? Ну да, слегка увеличены желудочки мозга. А теперь давайте обратимся вот височные области и вот здесь гиппокамп, да? Посмотрите, вот черное пространство значительно больше, да, а за счет чего образуется черное пространство? За счет нейродегенерации, стало меньше нервной ткани, совершенно верно. И наконец этот процесс абсолютно невооружен. Согласен, виден, да, здесь уже и кора, то, что вот здесь было не очень очевидно, да, у больного болезни альцгеймера уже коры осталось не так много, хотелось бы, да, и как эти макро структурные изменения, еще предлагаю вам несколько иллюстраций, они видны. Смотрите, вот желудочек нормального мозга, да, и громадный желудочек с пустотой больного, да, 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 ну там не пустота, там спинномозговая жидкость, да, но неважно, пустота в смысле он увеличивается за счет того, что ткань нервная съеживается, да, за счет того, что ее, и вот гиппоакамп нормального мозга, да, и что мы видим здесь, да, и вот так это выглядит сверху, нормальный мозг и мозг с нейродегенерацией по типу альцгеймерской болезни. Зачем нам так много различных биомаркеров? Дужны ли они нам? Вот эта схема, гипотетическая схема, предлагает нам объяснение зачем. Значит, по оси ординат, по вертикальной оси у нас отложено условное значение различных биомаркеров от нормального в центре координат до ненормального, до патологического уровня, ну это условные естественные единицы, да, по оси абсцисс у нас идет время, причем ноль это момент постановки диагноза болезнь альцгеймера, значит, назад мы отсчитываем это какие? 15 лет, да, может быть, вот здесь где-то будет 20 лет, да, и вперед эта шкала кончается примерно там, где средняя продолжительность жизни больных альцгеймером, где жизнь обрывается, да, где-то 6-8 лет, и в то же время эта шкала маркирована когнитивным статусом больного, да, когнитивно нормальной, умеренные когнитивные нарушения и деменция, да, и вот давайте посмотрим, как изменяются различные биомаркеры. Красным это линия накопления бета-амилоидов, да, посмотрите, они начинаются лет за 20, может быть, до того, как разразятся трагические события, и они никак не коррелируют с когнитивным статусом, вот они увеличиваются, увеличиваются накопления, а когнитивный статус нормальный, да, и к тому моменту, когда появляются умеренные нарушения когнитивной деятельности, у нас уже количество амилоида зашкаливает в мозгу, и поэтому он опять практически ни с чем не коррелирует, с клинической картиной он не коррелирует, кроме того, что его избыток, и это как бы видно, да. Следующий биомаркер это Тау, да, Тау-белок, он позже начинает гиперфосфорилироваться и образовывать клубки. Но опять же, в течение длительного времени это, эти события никак не коррелируют с когнитивным статусом, никак не проявляются в жизни. И, наконец, когда предположительно уже человек становится к несчастью обладателем умеренных нарушений когнитивной деятельности, продолжается накопление Тау-клубков, и на этой стадии они действительно коррелируют с клинической картиной. Теперь, структурные показатели, вот то, что я вам показывала на слайде, да, ну, тут это условный такой структурный показатель, начинается еще позже, то есть, макроизменения мозга в результате массовой кибели нейронов, они становятся видны позже, да, и вот они на протяжении умеренных когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера, они хорошо и очень хорошо коррелируют с состоянием, с клиническим состоянием больного, но память, само собой, то есть, а память все это время держится, пока они там накапливаются, да? Она держится в каком смысле, что у нас нет точных тестов, чтобы определить ее изменения, те тесты, которыми мы можем определить ее изменения, они нам ничего не покажут, и в этом смысле она стабильна, но вы изнутри себя, как в той замечательной истории в этом геронтологическом фольклоре, который я вам рассказала, внутри себя вы можете оценить эти изменения, особенно люди внимательные к себе, да, внимательные к себе и рефлексирующие такие вещи, может быть, но объективно оценить это пока невозможно, да? И, наконец, у нас то, что называется clinical function, это шкалы оценки повседневной активности, вот то, что я вам сказала, то, что является порогом определения, порогом, вернее, атрибуции больного уже имеем Альцгеймер, или еще не имеем Альцгеймера, так вот, это шкала вот этих самых ежедневных, простых, рутинных видов активности, да, и она, разумеется, тоже коррелирует с структурными показателями мозга, что мы, какие мы выводы можем сделать в целом вот из этой гипотетической схемы, во-первых, накопление амилоида самый ранний признак, да. Я хотела спросить, вот я вспомнила, тут пару лет назад, может быть, больше, лектор Академии Кугримов, он говорил вообще о нейродегенеративных заболеваниях, в частности, об Альцгеймере, кажется, он упоминал то ли 20, то ли, можно даже, 30 лет, предшествующих клиническому диагнозу, когда человек начинает терять обоняние, обоняние тоже может быть связано с разными вещами, но в частности, один из таких вот предшественников. Это рассматривается, да, серьезно, как вот сейчас? Это совершенно справедливо. Вот вспомните, я много раз показывала, ну, в стандартной диагностике, так, чтобы это входило в международные критерии, о которых я вам говорила, нет, но есть достаточно много работы, и это справедливо, и вот почему. Это очень логично, если вы вспомните те иллюстрации, которые я вам показывала, распространение нейрофибриллярных узлов, оно начинается с энтеринальной коры, с гиппокомпом, которая очень близко от обонятельных луковиц. к тому же, к тому же, если в дальнейшем мы будем говорить об этом, какое-то отношение к провокации болезни Альцгеймера имеет периферические воспаления, то различные ОРЗ и более тяжелые вирусные и прочие инфекции, которые мы можем подхватить через нос, они могут иметь значение и тогда, если будет умирать постепенно обонятельная луковица, она будет структурой мозга, которая практически одна из первых попадается этому патологическому процессу, и тогда получается, что нарушение обоняния является одним из очень ранних симптомов. Но тут ведь проблема в чем? Как использовать для диагностики? Во-первых, вы не знаете, насколько обоняние было сильным свойством этого потенциального больного. Опять же, это субъективная только вещь. Да, это совершенно оно у всех разное, оно не является, это даже не как зрение, это же не наш основной. тут даже таблицу не покажешь. Конечно. Да, извините, это просто не показалось, важно вспомнить. Итак, стало быть, у нас накопление амилоида идет очень рано, очень медленно, в течение буквально десятков лет и никак себя не проявляет. Но если мы сумеем показать, что это накопление тем не менее коррелирует с патологическим процессом, значит, скажем, при изобретении каких-то новых лекарств мы можем контролировать процесс профилактики, направленный, замеряя накопление амилоида. При этом как биомаркер он будет работать вот на этой части. Причем не убирая амилоиды, а предотвращая их образование. Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Мы поговорим еще об этом. Но я хочу в данном случае, сейчас я хочу сфокусировать ваше внимание на том, что в любом случае при самом благоприятном развитии событий этот биомаркер будет работать вот на этой части, когда человек еще когнитивно нормален. А здесь он уже работать не будет. Поэтому здесь нам нужен другой биомаркер. И этот биомаркер может быть ТАУ частично и может быть структурное изменение мозга. То есть сенситивность различных биомаркеров в разные периоды болезни она различна. и непосредственным субстратом когнитивных изменений являются структурные изменения мозга. Теперь вот эта схема дает нам основание считать, что накопление амилоида это начальный процесс. И так мы в течение долгих десятилетий так мы и думали. и на это были на изучение именно амилоидного каскада и были направлены и средства и научные силы. И это называется амилоидной гипотезой или амилоид бета-каскейп хайпотезис ABC гипотеза. Она предполагает, что избыточное образование или и недостаточный клиренс очищения, то есть или и усиленная агрегация бета-амилоида и последующие его олигомеризации и отражения в виде диффузных бляжек приводят к процессу активации микроглии и астроцитов. А микроглии и астроциты это между прочим элементы иммунной системы мозга. Они возбуждают воспаление, провоцируют воспаление. Воспаление вызывает оксидативный стресс нейронов. Оксидативный стресс нейронов приводит к появлению нейрофибриллярных клубков и в конечном счете приводит к дисфункции и гибели нервных клеток. Ну и возникает дефицит нейротрансмиттеров, конечно, если гибнут клетки. И все это клинически выражается в конечном счете как деменция. Но есть большая проблема. Казалось бы, все красиво и все логично, да? Но есть большая проблема с амилоидной гипотезой болезни Альцгеймера. В настоящее время истрачены сотни миллионов долларов на клинические испытания различных средств, которые бы либо предусвратили образование бета-амилоида, либо усилили клиренс бета-амилоида, но так или иначе, которые бы прервали этот злокозненный бета-амилоидный каскад. В результате мы имеем в одних случаях средства неэффективные, в других случаях они эффективные, они убирают бета-амилоид. Но, к сожалению, это не сказывается никак на клинической картине. Вопрос в том, почему такая тяжелая ситуация с этой амилоидной гипотезой. Но обычно говорят так, что мы начинаем испытывать эти средства тогда, когда уже лечить в общем нечего. Когда деградация, мозг, нейродеградация зашла, дошла, дошла до такой степени, что что бы мы ни делали, Они уже не восстановятся. Как мы знаем из советского кинематографа, нервной клетки не восстанавливаются. Так вот, они и не восстанавливаются. Но тогда получается, что на ранних стадиях, когда еще нет клинических проявлений, наверное, что-то можно сделать. И вот сейчас идут несколько клинических испытаний. Одно из них идет в Колумбии. В Колумбии около города по имени Медлини живут 26 семей общей численностью 5000 человек, которые по несчастью передают друг другу мутацию одного из генов, ген персенелина, который вызывает возникновение болезни Альцгеймера очень рано. В этих семьях средний возраст заболевания тех несчастных, которые подцепили этот ген, где-то порядка 49 лет. 49-50 лет. В чем заключается испытание? Давать препарат, который предотвратит накопление амилоида за 7-8 лет до среднего возраста диагностики. И эти испытания стоят порядка 100 миллионов долларов. Это очень интересно. Это очень дорого. Это очень интересно. Они начались в 2013 году. Как я уже сказала, 7-8 лет до среднего возраста. Значит, где-то 2018-17-18-19-й появятся данные. И в начале 20-х годов возможно мы узнаем, влияют такие прерывания бета-амилоидного каскада на течение болезни или не влияет. Но даже если влияет, вообще нет никаких серьезных оснований считать, что вот этот вариант болезни Альцгеймера, который связан с этими конкретными мутациями будет лечиться так же, как и остальные варианты болезни Альцгеймера. Поэтому мы, конечно, желаем всяческих успехов этим клиническим испытаниям, но с учетом того, что генетически обусловленного варианта болезни он встречается очень редко, это не более в целом, учитывая все менее 10%. Той, которую Альцгеймер смотрел совершенно верно. Потому собственно совершенно верно. То есть у нее явно бы, то есть мы не знаем этого, безусловно, но можно подозревать, что это была какая-то соматическая мутация, поскольку в семье у них этого не было. То есть это была индивидуальная соматическая мутация, которая привела вот к этому состоянию. И все-таки, значит, если бы все было так хорошо, как говорит нам, или так логично, скорее, а не хорошо, как говорит нам эта гипотеза, в этом случае было бы, конечно, логично испытывать средства, которые будут прерывать бета-амилоидный каскад. Ну, а что, если все-таки исходным событием, которое мы должны разрушить так или иначе, является ненакопление бета-амилоида? Хорошо, когда у нас есть генетические причины, это может быть и так. Но когда у нас нет генетических причин, у нас нет явных мутаций, тогда что, собственно, может служить тем толчком, который приводит к этому бета-амилоидному каскаду? И есть данные, которые говорят, что таким толчком может быть воспалительный процесс. Воспалительный процесс, периферический процесс. С течением времени гематоэнцефалический барьер, который отделяет мозг от иммунной системы организма, он ослабляется, разрушается. И процессы воспаления периферические могут все больше и больше влиять на мозг. Кроме того, существуют и разные непрямые доказательства, но очень иллюстративные примеры. Вот, например, ВИЧ-инфекция. Ведь до того, как были изобретены эффективные средства держать ее в узде, люди умирали и умирали с глубокой деменцией. А почему это происходило? Дело в том, что вирус внутри белых кровяных телец преодолевает гематоэнцефалический барьер и попадает в мозг и вызывает воспалительный процесс. И воспалительный процесс активирует микроглию, микроглия активирует астроциты, они затевают хроническое воспаление, и это воспаление возможно и является тем пусковым сигналом, тем самым триггером. И тогда наша гипотеза будет выглядеть следующим образом. Известно, что при травмах головы повышается содержание амилоида в мозгу. Объясняется возможно это тем, что при травмах происходит временное ослабление гематоэнцефалического барьера. В результате факторы воспаления проникают в мозг. Воспаление охватывает область травмированную, но одновременно оно является триггером для хронического воспаления. А дальше примерно то же самое, что мы уже и говорили. Возникает активация микроглии астроцитов, воспаление, как мы уже говорили, вызывает оксидативный стресс нейронов. И именно оксидативный стресс нейронов вызывает то самое избыточное накопление бета-амилоида. Он сдвигает биохимию мозга именно в этом направлении. Есть категория людей с более высокой частотой, чем в среднем по популяции, травмами головы. Это футболисты. Совершенно верно. Как у них? Очень плохо. Плохо? Очень плохо у них. Правда? Очень плохо у них. Не только у них. Есть такие свидания? Футболисты есть, и будет иллюстрация этому в дальнейшем. Есть не только футболисты, а это правда действительно один из самых, если не самый, травмирующий вид спорта. Да, именно голова. Но еще боксеры. Да. Но еще боксеры. Просто их меньше, наверное. Хотя, не знаю. Их меньше, но тем не менее. Но, так сказать, в защиту и для того, чтобы как-то обосновать гипотезу воспаления, хотелось бы привести несколько интересных фактов. Значит, смотрите, что отсюда следует. Если начальное событие воспаления, а вовсе даже непонятный сдвиг каскада бета-амилоидного, то в таком случае мы должны целью нашей должен быть воспалительный процесс. Но тогда, может быть, мы посмотрим на статистику мировую. Вот, скажем, люди, которые лечились от воспалительных процессов и принимали годами нестероидные противовоспалительные препараты, к примеру, аспирин, ибупрофен, может быть, это как-то влияет на частоту заболевания Альцгеймера? И действительно, Американское управление по делам ветеранов предоставило для анализа данные по 50 тысячам ветеранов американских, которые заболели болезнью Альцгеймера, и по 200 тысячам ветеранов, которые избежали этого. И оказалось, что, а статистика громадная, такие цифры фантастические, да, и оказалось, что употребление ибупрофена в течение 5 лет в 2 раза снижает риск заболевания болезнью Альцгеймера. Но мне хотелось бы в данном случае оговориться, что не надо рассматривать нестероидные противовоспалительные именно как средства борьбы с Альцгеймером. В лучшем случае это может быть средством профилактики, но не борьбы уже с самой болезнью. Поэтому панацеей это не является. Я уже упоминала о том, что очевидным образом нет никакой волшебной и не может быть никакой волшебной пилюли от Альцгеймера, поскольку процесс этот многофакторный. И вот биоэнергетическая гипотеза как раз делает акцент на одном из факторов, о которых мы еще не говорили. она утверждает, что демиеллинизация мозга ведет к нарушению функциональных связей и в конечном счете болезни Альцгеймера. Но она не настолько наивна, чтобы сводить все к этому, но эта гипотеза рассматривает этот аспект болезни. Значит, что мы знаем, что болезнь Альцгеймера это исключительно человеческая болезнь. У наших ближайших родственников приматов ничего подобного нет. Тогда мы должны думать в направлении, о чем наш мозг отличается так сильно от мозга приматов, что это каким-то образом влечет за собой вот такие нежелательные последствия. И одно из значительных отличий это уровень миеллинизации нашего мозга. Наш мозг больше, расстояние между различными функциональными группами нейронов больше, передавать сигнал надо тем не менее быстро, чтобы выжить в этом мире. Совершенно верно. И аксоны должны иметь обладку, обертку такую, которая позволит быстро, эффективно, энергетически эффективно передавать этот сигнал. Значит, что помимо общих соображений еще говорит нам о возможной связи миеллинизации и болезни Альцгеймера. Дело в том, что миеллинизация в процессе развития ребенка имеет определенный порядок. Сначала миеллинизируются первичные области коры, потом миеллинизируются вторичные и, наконец, третичные или ассоциативные области коры. Причем наиболее прочная, наиболее толстая миеллиновая оболочка характерна именно для первичных областей коры. А процесс альцгеймерский он течет как раз в обратном направлении. Вначале страдают ассоциативные области, потом вторичные и в самую последнюю очередь это уже в самом конце болезни страдают первичные области и большинство больных до этого просто не доживает и умирает по другим причинам. Но тем не менее. И гипотеза нам говорит... То есть эволюционно более молодые начинают страдать. И биоэнергетическая гипотеза говорит нам следующее, что постоянно идет демиеллинизация и ремиеллинизация, но все меняется. Идет обмен веществ в том числе. Но это обновление становится все более и более тяжелым, поскольку оно энергетически затратно. и стареющий мозг с ним не справляется. Давайте посмотрим это на иллюстрациях. Значит, вот это просто напоминание. Олигодендроциты обвивают участки аксонов вот здесь. И импульс от тела клетки шагает до перехвата ранвье и так далее. Они от микроучастка к микроучастку и это дает нам скорость и это дает нам очень большой энергетический выигрыш. И вот этот процесс это нервные клетки. С чем родились мы, с тем мы остаемся, но какое-то количество элиминируется. А олигодендроциты постоянно появляются в Москву и постоянно участвуют в этой работе по миеллинизации, демиеллинизации, ремиеллинизации. И вот как это происходит. и это происходит вот так. Значит, смотрите, это у нас левое полушарие и его латеральная часть. Красным обозначены первичные области кары, сенсомоторная, слуховая, зрительная. Значит, вот только что я вам сказала, что миеллинизация начинается из этих областей. и белые стрелочки, движения которых вы сейчас увидите на экране, говорят нам именно об этом, визуализируют этот процесс. Вот так это происходит в онтогенезе. А вот то же самое полушарие, но оно показано с медиальной стороны, просто чтобы не повторять одну и ту же картинку. И фиолетовые это у нас в обоих случаях это ассоциативные области, в которых миеллинизация была самая последняя. А теперь посмотрите с помощью тех же самых стрелочек как идет процесс Альцгеймера. Да? То есть от самых поздних миеллинизированных областей до первичных областей кары. И в результате вывод, который мы можем сделать, что первыми от болезни Альцгеймера должны страдать кортико-кортикальные ассоциативные связи. Да? И тогда они могут быть тоже маркером. Состояние миеллинизации этих волокон может быть маркером патологического процесса. И это то, ну на этом слайде просто я хотела сконцентрировать ваше внимание на то, что имеет смысл заниматься комиссурами мозга, то есть связями между полушариями, да, интракартикальными ассоциативными волокнами. Вот следующий слайд более важен. Значит, сначала посмотрим его. На этом слайде вы увидите как бы процесс миеллинизации в действии. это понятно, что это виртуальный срез мозга, да, это межполушарная щель, да, вот это мозолистое тело, это поверхностное белое вещество, которое выполнено из аркообразных коротких ассоциативных волокон, да, а вот это внутри корковые волокна. И вот посмотрим порядок миеллинизации. Окей, значит, мы будем думать, что наиболее интересными для исследования являются интракартикальные волокна. Раз они последние миеллинизируются, наверное, они первые пострадают. Первые пострадают. Да, к сожалению, по техническим причинам их изучать очень трудно. Это очень слабая миеллинизация. Поэтому моя группа, мы ограничились изучением вот этих поверхностных ассоциативных волокон, коротких аркообразных ассоциативных волокон. У больных Альцгеймером на ранней стадии по сравнению с нормой. Здесь я показываю вам регионы, все регионы коры изучались одновременно. На вот этой иллюстрации вы видите различными цветами, помимо серого, показана вероятность изменений миеллинизации у этих больных на очень-очень ранней. Это практически можно сказать на следующей, через 2-3 дня после диагноза. И что мы видим? Наиболее, с наибольшей вероятностью страдает миеллин в височных областях. Но он страдает практически уже повсюду, то есть клинический процесс еще очень слабый, а вот этот биомаркер миеллинизации говорит нам, что практически кроме первичных областей уже вся кора захвачена этим процессом. Другими словами, мы со своей стороны, как люди, которые изобретают маркеры этого процесса, мы готовы к тому, чтобы миеллинизация была включена как маркер состояния. И это может помочь в клинических испытаниях. Далее, что очень интересно, демиеллинизация не просто мы показали, что она резко изменена, даже на начальной стадии болезни Альцгеймера, а она коррелирует с нейропсихологическими тестами. Вот в данном случае вы видите, что как раз вот эти полоски, вы посмотрите, карта показывает собственно ассоциативные области головного мозга, кары головного мозга. И нейропсихологический тест в данном случае употреблялся вот эта краткая шкала. А вот еще более интересная картинка. Посмотрите, а если мы возьмем лингвистический тест, то только в левом полушарии, которое доминирует по речи, и только в речевых областях мы имеем корреляцию демиеллинизации и состояние этой когнитивной сферы. Что в этом смысле было очень важно иметь дело с короткими волокнами, потому что они нам дают разрешение, пространственное разрешение, хотя бы в плане региона мозга. Теперь другую перспективу, но это все очень дорогие методы, то, о чем мы говорили раньше. И интересно было понять, насколько электроэнцефалограмма, которая гораздо более дешевый метод и более распространенная, насколько она может быть полезна, как маркер в диагностике и в мониторинге болезни Альцгеймера. Я только хочу оговорить специально, что это не обычная клиническая энцефалограмма с 20-30 каналами, а это то, что называется high density G, многоканальная ЭЭГ, начиная от 63 каналов где-то. В данном случае было использовано 110 каналов. После записи электроэнцефалограммы мы реконструируем источники тока, то есть мы переходим с поверхностной энцефалограммы в область пространства мозга, и дальше логика нашего исследования такова. Если у нас разрушается меленизация, стало быть, разрушаются морфологические связи между отдельными областями мозга. А если разрушаются морфологические связи, на чем могут базироваться функциональные связи? Не на чем. Значит, мы должны видеть отражение процесса в разрушении функциональных связей. А в энцефалограмме функциональные связи определяются по синхронизации межрегиональной. И дальше мы занимаемся картированием межрегиональной синхронизации. Голубое показывает, что мы картируем весь мозг, все пространство мозга, а красным показан примерный размер региона, в котором каждый раз определяется наличие, вернее, уровень функциональных связей. болезней. И вот это знакомая уже картинка. А теперь мы добавим то, что мы получили у больных Альцгеймером через год после диагноза сравнения. Вот эта картинка показывает сравнение синхронизации энцефалографической через год через год начала болезни, ну так сказать, официального начала болезни. Да? И это разница между людьми с медленно текущим процессом и людьми деградирующими быстро. И что мы видим? Мы видим нарушение синхронизации ровно вот в этой самой области. Таким образом, теоретически, по крайней мере, энцефалограмма может быть применена для мониторинга как состояния, так и лечебных воздействий. Да? Теперь давайте вернемся к семейству болезней Альцгеймера. В самом начале, вы помните, я вам говорила о том, что Кацман в 76 году объединил разнородные проявления болезней в единую категорию. Наиболее частая форма это поздняя форма, то есть которая возникает после 65 лет. И тут я привожу вам примеры. У Айри смерти была? Да, 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 и это по-своему очень драматическая история. Ее последний роман был опубликован был за 4 года до ее смерти. Он был страшно раскритикован, в критике был принят более чем холодно, или менее чем холодно, не знаю, как лучше сказать. А потом оказалось, что человек, который писал этот роман, фактически уже... потом об этом напишет вот эта обложка книжки, которая написана ее мужем, которая рассказывает обо всем, что произошло. И что интересно с точки зрения науки, это то, что ее роман, вот этот, написанный, когда она уже больна, по сравнению с ее романами, которые написаны, когда она была в полной силе своего таланта и здоровой прекрасной женщины, позволяет проанализировать лингвистические изменения, которые происходят при болезни Альцгеймера. Это не совсем так просто, как может показаться, поскольку, разумеется, если у вас оскудевает словарный запас, вы пользуетесь словарями, вы пользуетесь тезаурсами и все такое прочее. И, разумеется, она высокий профессионал своего дела, все эти ходы, естественно, знала и использовала, не говоря уже о редакторской работе над романом. И, тем не менее, вышло несколько статей, которые сравнивают изменение словарного состава и изменение синтаксиса. Ведь, помимо того, что люди начинают забывать многие слова или испытывают трудности с подбором синонимов и так далее, синтаксис сам упрощается. И там речь идет о том, насколько связаны или не связаны эти процессы ухудшения синтаксиса и ухудшения вокабулера. Баланчин. А вот Баланчин, знаменитый балетмейстер, который обладал совершенно невероятной работоспособностью, которому принадлежит постановка более 400 балетов, и который, ну, не только потому, что он был такой работоспособный, но и потому, что нужно было деньги зарабатывать. Он же брался за все, он брался в том числе за цирковые представления. И рассказывают, что однажды он пришел к Стравинскому и заказал ему польку. Стравинский спрашивает, а для кого полька-то, для какой балерины? Балантин отвечает, для слонихи. Тот хмыкнул и говорит, слоних-то молодая или старая? Молодая. Он написал, Стравинский написал эту польку, и пометка на ней была, для молодой балерины слонихи. Так вот, кончил он жизнь, да, из-за болезни Альцгеймера. Черчилль блестящий. И, наконец, да, блестящий, абсолютно блестящий человек, которым не только блестящий дипломат, но и писатель, и остроумен в такой силе. Мое любимое высказывание это реальность, это такая иллюзия, которая возникает от недостатка алкоголя в крови. И он тоже, в конечном счете, заболел болезнью Альцгеймера, однако отдадим справедливость. Он прожил 91 год. То есть, это последние годы его жизни, да, которые были испорчены, искажены, этой страшной болезнью. А вот мы возвращаемся к вашему вопросу и к вашему комментарию относительно травматических видов спорта. Так вот, ранняя форма болезни Альцгеймера может поражать и в 45, и в 50 лет. Вот из моей практики самый молодой больной меня, к большому сожалению, уже покойный. Это был, кстати, очень хороший ученый и было ему 44 года. По-видимому, когда, но мы диагноз был поставлен 45, но, судя по всему, это было, можно было сделать раньше, тут же еще зависит от того, когда больной придет к врачу, да, соответственно. Но эта форма менее, чем у 10%, и наиболее характерна для людей с синдромом Дауна. Мы уже говорили, почему, потому что у них три экземпляра 21-й хромосомы. А вот это портрет знаменитого боксера Рэя Робинсона, который уже до 65 лет он уже был болен и тяжело, болен болезнью Альцгеймера. Ну, а вот это без комментариев. Если вы травмируете, часто травмируете ваш мозг, если вы разрываете, ведь при травмах мозга в том числе происходит и разрыв многочисленных связей, да, то вы тем самым провоцируете и воспаление, и нейродегенерацию. Так что надо много раз подумать, прежде чем отдавать детей в эти виды спорта. Ну, и наконец, самое-самое маловстречаемое это семейный, семейная болезнь Альцгеймера от 1 до 5 процентов. То, что в Колумбии, да? Да, 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 совершенно верно. И наступает также очень рано. Таким образом, мы сейчас можем перейти к разнообразным причинам вот этих различных вариантов болезни Альцгеймера. И на этом слайде проиллюстрируем роль генетики. Значит, что мы знаем? Ранняя форма. Мы уже говорили об этом самом предшественнике, белке предшественнике амилоида, который расположен, ген которого расположен в 21-й хромосоме. Помимо этого, к этому же каскаду имеют отношение белки пресинелин-1 и пресинелин-2. Они расположены в других хромосомах в 1-й и 14-й. А вот поздняя форма болезни Альцгеймера связана с белком, который называется Аполипопротеин-И. Он кодируется 19-й хромосомой. И существует он в нескольких модификациях. АПАИ-Эпсилон-2, АПАИ-Эпсилон-3 и АПАИ-Эпсилон-4. И вот эта самая модификация является самой злокозненной. она увеличивает риск заболевания дважды, если у вас одна копия от одного из родителей, а если две, то ситуация еще хуже. Причем, по-видимому, ситуация зависит от того, в какой среде, генной среде находится этот ген. потому что для европейской популяции примерно 15-16 кратное увеличение вероятности, а в Японии аж 33-х кратное. Если у вас так повезло или не повезло в генетической лотерее, что вы являетесь обладателем двух копий этого гена. Почему я сказала повезло или не повезло? Потому что ситуация слишком сложна, чтобы оценивать ее однозначно. возникает вопрос, если этот ген такой злокозненный, почему он сохранился в популяции? Почему естественным отбором он не был элиминирован? Возможный ответ на этот вопрос дают данные А. Вначале я хотела сказать, что этот белок Аполипопротеин И, который кодируется соответствующим геном, выполняет очень важные и многочисленные функции. Начиная от регенерации, участвует в процессах регенерации нервных волокон, участвует в процессах синаптогенеза, участвует в процессах миграции нейронов в ходе онтогенеза, помогает вести аксон в заданном направлении, туда, куда ему надо прийти, участвует в строительстве микротрубочек, мы с вами говорили об этих микротрубочках уже, и участвует в процессах апоптоза, направленной гибели нейронов. И эта картинка — это студенты Пражского университета, которые радуются получению диплома. Какое отношение она имеет к теме нашей встречи? К сожалению, очень прямое. Например, чешские ученые показали, что процент людей с вариацией АПАИ-эпсилон-4 гораздо выше среди студентов университета, чем в среднем по популяции. То есть с интеллектом связано. Да. Другими словами, люди с этим геном в молодости ярче в среднем, чем люди с другими вариациями этого гена. А детей заводят в молодости, и эволюция таким образом работает. Совершенно верно. Совершенно верно. Это называется «живи сейчас, плати потом». Вот мы и платьем. Но это еще не все. Скажем, исследование в Бразилии детей из бедных предместьей крупных городов, из бедных семей показало, что дети с вариантом АПАИ-эпсилон-4 гораздо более устойчивы к ряду инфекций. То есть, по-видимому, в ходе эволюции достаточно большой процент человеческих особей выживало, в том числе благодаря этому гену. Сейчас, может быть, это не так важно для цивилизованных стран. Ну да. Мы другими путями будем с инфекциями. Тогда это было важно. Поэтому я и сказала, повезло или не повезло в этой генной лотерее, кто что выигрывает и кто что проигрывает. Но ситуация не так, может быть, страшна, как может показаться из этой генной лотереи. И не так безнадежно, вернее. Вот эти две женщины. Марина, скажите, что вы вот так с налётом можете про них сказать? Ну, помимо того, что одна из них следит за цветом своих волос, а вторая нет. Ну, я прочитала, что они близнецы. Так, вы перестаньте читать. Да, но это я уже прочитала. Так, да. Я даже как генетик сходства не вижу. Затрудняйтесь. Но вообще-то утверждается, что они однояйцевые близнецы. А посмотрите, у них даже губы, посмотрите, симметричны. Да, нет, есть, конечно, если посмотреть. Да, зеркально-симметричны. Но для нас эта пара важна тем, что вот эта дама на момент, когда была сделана эта фотография, уже несколько лет больна болезнью Альцгеймера. А её сестра, однояйцевый близнец, нет. Таким образом, абсолютно очевидно, что какие-то факторы внешней среды, включая образ жизни, включая место жизни и так далее и тому подобное, влияют. И что даже те, у кого очень неблагоприятное в плане Альцгеймера сочетание генов, могут отдалить или избежать этой неприятной болезни. И вот на этой схеме давайте мы сформулируем. Итак, гены. У нас есть вариант АПИ, о котором мы только что говорили, который влияет на синоптическую пластичность и на многое другое. И в зависимости от того, какой у вас вариант, вероятность болезни Альцгеймера изменяется. От пола частично зависит. Вообще считается, что женщины болеют чаще. Я не знаю, насколько серьёзны эти данные. Честно сказать, я никогда не видела строгого, статистически обоснованного исследования на большой-большой выборке, которое бы это подтвердило. Но ведь мы знаем, что женщины и живут дольше. Поэтому я не уверена, насколько это связано с этой асимметрией других качеств, которые присущи или не присущи одному полу и другому полу. Вот это у нас гены, которые связаны с амилоидным каскадом. Они влияют. А вот с другой стороны среда. Но среда может быть мутагенной, и мы можем получить какие-нибудь подарочки в виде мутации. Среда влияет на наш коэффициент интеллектуального развития, на наш интеллектуальный статус. Мы можем быть хорошо образованными, мы можем расти в стимулирующей среде, а может быть и нет. Найротоксины. То же самое, как и мутации. Ничего хорошего они несут и влияют. Травмы головы очень влияют, мы уже об этом говорили. Но влияет также и диета, которой мы придерживаемся. И образ жизни в том смысле физических нагрузок здесь не указано, но тем не менее это так. Таким образом, вот баланс между всем этим, мы имеем некоторый контроль на самом деле над этим балансом. Поэтому говорить о том, что мы совсем бессильны, что-либо предотвратить или как-нибудь повлиять, нам, по-видимому, нельзя. Мы должны брать на себя ответственность за нашу старость. Время осторожного оптимизма, мой слайд называется. И это время осторожного оптимизма связано с несколькими исследованиями. Этот вывод связан с несколькими исследованиями, которые показали, скажем, в Великобритании. В 1994 году было 650 тысяч больных альцгеймерам. Ожидалось, что в 2004 будет 900 тысяч, но оказалось, и это статистически очень достоверно, менее 700 тысяч. Теперь подождем делать выводы и перенесемся в Данию. Исучались две когорты людей. Одни с 905 года рождения, когда им было 90-95 лет, а потом когорта с 915 года рождения в том же самом возрасте. В физическом здоровье различий отмечено не было. Но интеллектуально люди 1915 года рождения были сильнее, чем люди 1905 года рождения. И эти когорты имели разный процент заболевания болезнью альцгеймера. Считается, что факторы, которые влияют на это, это образование, улучшенное медицинское обслуживание и диета, это внимание общества к факторам здорового образа жизни, и диета имеет свое значение. Успехов вам! Большое спасибо! В рубрике нашей постскриптум есть у нас такая. Я хотела спросить вас, то есть не спросить даже, так, снова. В нашей рубрике постскриптум я хотела попросить вас прокомментировать некое расхожее, в последнее время ставшее расхожим утверждение, о том, что болезнь альцгеймера это диабет третьего типа. Вы коснулись в своем рассказе о метаболизме глюкозы. И есть обоснованные исследования, которые связывают накопление того же амилоида с повышенной резистентностью мозговых тканей к глюкозе. В общем, это как-то связано с инсулиновым сигнальным путем. Но на самом деле мой вопрос такой, насколько правомерно такое деление на нейродегенеративные и эндокринные заболевания. Это неусловно ли это? Потому что если взять за основу такое утверждение, что альцгеймер это диабет третьего типа, то кажется, что есть какой-то общий механизм. Я думаю, что общий механизм есть. Но в значительной степени все то, что вы сказали, это еще и игра слов, конечно. И если мы уйдем... Чисто лексические какие-то упражнения такие. Да-да-да. И если мы уйдем от игры слов в игру механизмов, то я хотела бы напомнить, что диабет это тоже хроническое воспалительное заболевание. О воспалительной гипотезе и о ее влиянии воспаления на провокацию болезни альцгеймера мы с вами говорили. Так что они связаны, связаны безусловно. Детали этих механизмов пока не знаем, но они изучаются. Но связь есть. Явно какой-то простой универсальный механизм. Связь есть. Ну и тогда рекомендация диеты, она просто становится ключевой. Абсолютно ключевой. Диета, аэробные упражнения. Вот я вам не рассказала. Недавно закончено финское исследование. Исследование, сделанное нашими соседями в суровой Финляндии. Значит, они изучали примерно 1200-1300 лиц, у которых повышенная вероятность заболеваний альцгеймером. Но они здоровы на данный момент, на момент начала изучения. То есть они несут генетические маркеры альцгеймера. Значит, что они предложили? Больные были, то есть, простите, здоровые были разделены на контрольную группу и экспериментальную группу. В экспериментальную группу входили следующие воздействия. Это аэробные упражнения, то есть бег, ходьба и так далее. Упражнения на тренировку мускульной силы, когнитивные упражнения. Ну, пожалуй, вот это основное, да. А контрольная группа характеризовалась только тем, что было регулярное врачебное обследование. Ну, разумеется, необходимые рекомендации, но это было и в группе экспериментальной. Результаты. Через два года контрольная группа отставала от экспериментальной практически по всем параметрам, включая когнитивные параметры. И очень значительно. Но вопрос весь в том, что пока это не было проверено на биомаркерах. Изменялось ли содержание того же амилоида, изменялось ли содержание того белка у экспериментальной группы. Но вот то, что они написали в статье, опубликованной буквально 2 или 3 месяца назад в журнале Scientific American, они написали, что в экспериментальной группе теломеры, а теломеры – это структуры, которые на концах хромосом, которые являются показателем возраста. На то, что теломеры стали моложе у экспериментальной группы. Да, конечно, я преувеличила несколько эффектов, но на самом деле, я не знаю, опубликовали ли они. И, во всяком случае, Scientific American – это, конечно, не буквально научный журнал, это научно-популярный журнал. Но сказали это в этом научно-популярном журнале авторы исследования. Так что будем ждать публикаций. И если теломеры меньше изменяются, медленнее стареют, это означает, что реально упражнение, здоровый образ жизни, правильная диета влияет на процессы старения. Но я думаю, что из нашего опыта жизненного мы уже это знаем, по-моему. Спасибо большое.